В Омске завершились соревнования Кубка России по велоспорту. В гонках на велосипедах класса «Тандем» участвуют экипажи из двух человек. Пилоты и их партнеры – слабовидящие спортсмены. 12 пар со всей страны приехали в наш город, чтобы получить соревновательную практику и рейтинговые баллы для отбора на этапы Кубка мира. Представительство команд не особо большое, но сегодня сюда приехали те, которые, так скажем, будут и собираются участвовать в Кубках мира в Англии, в Японии. На сегодняшний день ситуация по отборам на Олимпийские игры на Чемпионате мира тоже очень серьезная, потому что для того, чтобы попасть на Чемпионат мира, нужно набрать очки на Кубках мира и на Кубках России также. Поэтому сегодня, в принципе, здесь собралась, так скажем, сборная команда Российской Федерации, которая будет представлять нашу страну на Кубках России, на Чемпионатах мира. Не важны эти старты, потому что уже в марте месяце у нас состоится Чемпионат мира. И, исходя из этого, естественно, я наблюдаю за теми кандидатами, которые будут защищать честь страны, конкретно Голландии в начале марта. На Омском велотреке спортсмены соревновались в четырех дисциплинах. Гите с ходу на 200 метров, гите с места на 1000 метров, спринте, индивидуальные гонки-преследования на 3 километра у женщин и 4 у мужчин. Для нас это первый старт на треке, вообще для Димы, ну для меня с ним. И, в принципе, Дим, поделись ощущениями. По-моему, тебе понравилось? Ну, я остался очень доволен, мне очень понравилось. Понравилась организация, как приняли, трек очень хороший в Омске. Он практически идентичен нашему с Санкт-Петербургскому. Практически катались, выступали как на родном, было очень комфортно. Но заняли три вторых места серебра, будем стараться сделать результаты лучше. Золотые медали во всех мужских дисциплинах выиграли Сергей Рядовой и Павел Нечапуренко. Именно они на чемпионате России 2018 года победили в индивидуальной гонке-преследовании на 4 километра и отобрались на чемпионат мира в Рио-де-Жанейро, где стали десятыми. На Кубке России рядовой Нечапуренко улучшили свой результат на 18 секунд. Но до рекорда страны не хватило трех. Промежуточные соревнования, как бы всегда неплохо про стартовка какая-то, такая соревновательная, какая-то атмосфера, чтобы про стартоваться именно. Это вот всегда неплохо. Если у мужского тандема из Омска уже есть неплохой соревновательный опыт, то женский экипаж Аделина Иванова Виктория Гришечко – дебютант из соревнований. На данный момент, вот именно после заезда, только усталость. Так, конечно, в выезде я знаю, что появится и ощущение счастья от того, что я проехала, и удовлетворенность. И второй результат – это не так уж и плохо. Отличилась у женщин пара из Тульской области. В гонке преследования на три километра Ольга Никишина и Евгения Цехилова установили рекорд России. Честно сказать, мы не ожидали, что настолько мы хотели, но были сомнения, что мы свой же рекорд побьем, думали проедем, ну хотя бы так же. И честно сказать, было очень неожиданно, очень радостно. Мы просто на чемпионате России поставили рекорд, и вот сейчас его побили, причем побили, получается, на 12 секунд. На сегодняшний день уже известно, что чемпионат России по велоспорту на треке «Тандем» также состоится в Омске в марте 2019 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok